В Германии терриконы засаживают теми растениями, которые лучше всего подходят для того или иного региона. Немецкие эксперты заверили, полностью покрытый зеленью шахтный отвал не наносит вреда окружающей среде. На озеленение одного гектара такой территории уходит около 5000 евро. Отдельная статья расходов – подготовка почвы для посадки деревьев. Каким слоем должен быть покрыт террикон для озеленения, зависит от того, из какого материала состоит террикон. Какие вредные вещества, опасные вещества может содержать тот или иной террикон. В Донецкой области более 600 терриконов, только 30 из них частично озеленены. По словам экологов, эти насыпи загрязняют не только воздух, но и землю. Город, уделяя этому внимание, предусматривает определенные мероприятия, а их в пределах 70 мероприятий и общая сумма затрат по городу за 2012 год составила более 400 миллионов. Властям области опыт Германии по озеленению терриконов понравился, но, говорят, в Донецком регионе вопрос упирается в деньги. У нас есть реальный проект, который выполнен в городе Макеевка. На месте террикона построен магазин метро, вы об этом знаете. Есть инвестор реальный, есть желания городских властей, есть проект, разработанный институтом. Пути решения есть, они реально воплощаются в жизнь, но сказать о том, что это будет через три месяца, через четыре, это не есть правильно. Это процесс постоянный, и он будет работать. В Германии терриконы не только озеленяют. На их месте делают ландшафтные парки и даже объекты индустриальной культуры. Немцы заверили, такие проекты в Донецке тоже вполне осуществимы. Ростислав Сосоев, Сергей Аганесян, Георгий Жилищ, Панорама.